Христос, воскресенье из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим в гробе живо дарома, Христос, воскресенье из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим в гробе живо дарома, Христос, воскресенье из мертвых, Смерть и смерть поправ, Исущим в гробе живо дарома. Батюшка, благословите занятия. Благословите, батюшка, занятия. Спасибо, Христос. Такого Бога просить не будет, это только у батюшки. Бог, благослови, батюшка, сказал. Я считаю, что надо Бога попросить. Бога-то в соучастники принять хотя бы. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево, от истинного понимания слов Твоих Божественных. Прибудь с нами и в этот воскресный день сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, чести и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Первое послание к Тимофею, Святого Апостола Павла, 1 глава, 8 стих. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его толкованием. То есть, если кто не только объясняет его на словах, но и исполняет надежность. Садись на ту сторону, на ту схамейку. Еще один, Тарасик, вот туда рядом, садись. Садись, чтобы лицом все сюда были. Первое, Тимофея, 1,8. Еще раз. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Так, никакой роли не будет играть. Слышно, хорошо, давайте. Все, сиди, сиди. Это не на службе. Толкование. То есть, если кто не только объясняет его на словах, но и исполняет на деле. Ибо кто изучает постановления закона, а не исполняет их, тот беззаконно пользуется законом. Или иначе. Законно пользуется законом тот, кто приводится им ко Христу. Закон, не имея силы руководить или оправдывать, препровождает ищущего праведности ко Христу. Это и есть его цель. Так что, законно, то есть, так, как повелевает сам закон, пользуется законом тот, кто закону предпочитает Христа. А кто закон предпочитает Христу, тот беззаконник получается. Либо закон указывает на Христа, потому что законом нету оправдания. Законом наказания. И дальше мы сейчас будем читать, для чего. 1 Тимофея 1.9 Зная, что закон положен не для праведников, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека убийств. 1 Толкование. Потому что он не дожидается того, чтобы закон научил его тому, что нужно сделать. 2 Тимофея 1.9 Это он знает и не боится наказания. 3 Тимофея 1.9 Под праведником здесь, разумеет, того, кто достиг совершенства добродетели, кто не из страха пред законом, а ради самого добра ненавидит зло, кто становится весь добродетелью и совершает больше, чем требует закон, считая недостойным руководиться тем, что угрожает ему наказанием. Но живя мужественно добродетелью, становится выше всего свойственного детям. Подобно как и врач, полезен для того, кто имеет раны и кто болен, а не для того, кто здоров. Или удела необходимы для лошади не спокойной, а не для тихой. Апостол перечисляет грехи по видам, чтобы заставить виновных устыдиться исключительного следования закону. А таковы именно и были иудеи. Они постоянно кланялись идолам, приносили богам в жертву детей, покушались побить камнями Моисея, а руки их обогрены стройкой. А не нечестивцы ли они и человекоубийцы? Найдешь в них и все остальные пороки, если проследишь их историю. Поэтому-то и дан им закон, чтобы он сдерживал эти пороки. Об этом и в другом месте он говорит. Закон дан после, по причине преступлений. Галатом 3.19. А праведникам, как уже не склонным к преступлениям, закон не необходим. Понятно? Вопросы есть? Как закон не необходим? Человек есть законник, зенозаконник. Вот я пришел к одному, у нас был, он отступник стал, а теперь бизнесменом каким-то стал, телефоны продает. И я ему стал опоминать о законе, ох, Игнатий, ну вы законник! Я сразу ухватился, Игорь, Муравлев. Я говорю, давай тогда, ты оскорбить меня хотел? Это не в углу говори теперь, всем говори, что Игнатий законник. Он так на меня смотрит, еще не понял. Я говорю, а все на двое, законник и беззаконник. А я ныне буду, раз от законника скольбительно в твоих устах, то всегда, когда буду здорово, все будут говорят, здорово, Игорь, беззаконник. А ты меня зови, как назвал, Игнатий законник. А умолк, все, потому что не надо никакой мудрости, особой ты. Я вот про это как раз и сказал, закон нужен или не нужен. Вот говорят, закон, Христос пришел, оставили закон. Они забывают, что Христос пришел не нарушить, а исполнить. Я что-то не вижу здесь, это какая глава? Десятая должна быть глава. Вот это какая? Это третья. А где вторая? Ну, перед этим. Вторая, да? Логично. Вот она вторая. Двадцатый стих, найди. Вот послушайте. Вторая глава, двадцатый стих? Да. Закон и беззаконие. Мы должны искать ответ у Бога, у Бога. Когда я со священниками так разговариваю, они начали нападать, я говорю, а вам самим не стыдно? Такая паства, которая ничего не знает. Еще только услышал, уже сектант или куда угодно ушла. Они вас завтра на виллу поднимать будут. Вы закон отняли. Вы сами стали вместо закона, вместо Библии, вместо Духа Святого поп. Больше ничего нет. Вы опупели совершенно, опопели, так сказать. Люди-то пришли не к вам, к Богу. Вопрос за люди к Богу. Что ты языком-то мелишь-то? Я говорю языком таким, чтобы понятно тебе было. Я могу сказать, превысь приняешь, что ты будешь два дня, говорится, искать эти слова в словаре. И не найдешь. Я читаю 22 стих. Это римлянам вторая глава, 22 стих. Да, римлянам вторая глава, 22 стих. Проповедуя не красть, крадешь. Так. То есть, всем, все знают, почему. А разве воровать это плохо? Даже по словам, когда быстро что-то достал, говорит, ну как украл. То есть, не работал, ничего, и вдруг ему где-то кто-то подал. Все так случилось, погода хорошая, в огороде выпало ли. Ну как украл. У нас это всегда говорили так. А здесь, говорит, не кради. Да ты это разве найдешь у цыганов? Подведи цыгана. А он умер, он во Христа. Не кради. Он говорит, а как жить? Так работать надо. Так работать грех. А воровать Христос благословил. У них свое Евангелие от цыган. И вот здесь, говорит, ты проповедуешь не красть. А что можно воровать? Давайте. Самое ценное. Люди говорят, время-деньги. Не верьте в это. Деньги можно вернуть. Можно выиграть. Можно получить по наследству. А время нельзя. Не выиграть никак. Оно ушло. И притом навсегда. Если меня вот отмерено, сколько. Я ни одной секунды не буду жить. Я никогда не думал, что я доживу до пенсии. При моей-то жизни корявой. У меня старший брат, он нестравненно крепче меня был. До пенсии не дожил. В общем, я не говорю, причину смерти-то. Явно, что в петлю-то не залез. Но и сонного уже нашли, и мертвого дома. А я его любил, не знаю как. Почему? Пропоеда не украсть-крадешь. Это имение. Можно украсть дом. Землю. Лебенстралом, как у немцев всегда воюют. Жизненное пространство. Жена. Украть детей. Детей воруют. Вот мамлюки фильм-то. И продают их там. А потом их выращивают. У них ни у родины, ничего нет. Они страшно отчаянны были. Своровать. А вольститель всегда что-то ворует. Но самое ценное, это время. Вот стали говорить, собрались. Сколько времени я стоял, ты можешь попроще сказать? Ну, вы выслушайте меня один раз. Я вижу уже концовка какая будет. Ты у меня уже отнялся. Сейчас вот я сижу, уже пять минут слушаю. Так-то пять минут для меня. Ты знаешь, как это дорого? У меня сейчас облегчение то, что поставили программу, когда я вот... Ну, уже длинное письмо написать. Я его не пишу. Я включаю эту программу и начинаю говорить. Представляю, ребята сидят здесь. Ну, это вообще здорово. Я им говорю, а машина пишет сама. Программа такая. Но только программе надо нажать кнопку. Что я буду говорить? По-немецки, по-английски, по-французски, по-арабски. Рядом сидит араб, я ему только переключил. Он говорит, и техника начала по-арабски писать. У меня сейчас стоит это есть. Ну, ошибки какие-то бывают. Ну, выправить-то легче ошибки-то. То ли дом построить, или окошко разбито вставить, там стеклышко. Бывает, запятые не знают. Она себе сказал скайп или там mail.ru. Она прям так и пишет, такими буквами латинские mail.ru. Вконтакте она знает, но машина все слова не знает. И вот здесь красть. Время. Веру. Целомудрие. Трезвость. С кем поведешься, того наберешься. А что ты наберешься? Я с родным братом. Вон, моложе меня, на 8 лет, наверное, был. Иосиф. Хороший, нормальный парень. Приехал, устроился в Латвию. Но на меня устроили гонение на работе. И мне пришлось уйти. Выгоняют и волчий билет. Я ухожу. А он там работает. Он плачет. Возьми меня с тобой. Я его не взял, выехал. Моя вина, она вот здесь вот. Тем более, не просто брат, а крестик мой. Ему нигде нельзя устроиться будет. Молодой человек, я что тебя буду брать-то с собой? Я просто бегу в одном городе гоня, в другой бегу. Он оставил. А эти сразу к нему поставили товарища Филимонова. Научи, чтобы он из этого религиозного дурмана вылез. Проходит сколько там, месяца три. И брат мой начал пропускать здесь работу. Выпивает, курит. И вызвали Филимона. А он коммунист. Товарищ Филимонов. Это ваш подопечник, да? Так что ты из него сделал? Что умел, то и научил. Я умел пить, курить, материться. Но материться так и не научил его. На это научил. Кто рядом будет. Научи. Я сейчас прихожу, мы тут разговариваем про плоскую землю. А этот человек вышел на меня и говорит о плоской земле. И опять же он вышел в интернете. И говорит, даже в интернете говорят о плоской земле. Понимаете, это какой уровень развития. Даже в интернете говорят. В интернете-то что говорят? Ты посмотри, голый, разбратничек. Что угодно в интернете ты можешь найти. Самая мерзость. Невыносим. Я один раз посмотрел, я посыпись. Замирная. Но тут у меня руки аж задрожали. Мне захотелось прежний автомат вернуть домой. Как один просил. И говорит, господи, дай мне силы, крепость. Мне от ними жизнь, пять минут быть неверующим. Я за пять минут все это разделаюсь там, где надо. И вернусь опять верующим будут. Вот какое дело. А можно доказать? Нет, нельзя. Он рыскает, ищет сатана. Это не человек. Я к нему это не отношу даже совсем. В интернете говорят. Сегодня говорить в интернете. Говорят, и ссылаться как на истину. Не сравнивать ни с писанием, ни с совестью. Это не просто, а просто уже полностью разложившимся надо было. Он сам не знает. Грамотежки никакой у человека нет. Ты что-то хочешь знать. Тебе знаешь, сколько надо знать? Приезжает к баптистам город Новосибирск, Профессор с Венгрии. Они занимались кедродромом этим. Кедры там рассаживать и сохранить, потому что сильно хищически вырубаются. Но его спросили, а какие науки вам самые дорогие? Он говорит, если наукой можно назвать Слово Божие. Я люблю Библию. Ну, а вот вы учились по технике. Ну, я все сравнил с Библией. Апостол Павла, когда он учился, я спрашиваю сейчас в университете, сколько у тебя отметок там? Он говорит, 53. Этого ничего в жизни не потребуется. Это для развития мозгов дается. В школе я учился, формула Герона мне ни разу не приглянулась. Не нужно. Физика еще мне пятерка стоит. Я знал, что поделить. Это не надо. Многого не надо. А тогда при Павле одна единица была богословия. Например, написано, Слово Христа твердо, как луна. Какая луна? Так она же рядом. 500 километров, он понимает. Это земля-то плоская. Это земля-то. Луна-то рядом. Не 120 тысяч километров-то. Да. Как я ему докажу? Никак. Запускает туда луноход. Он там сверлит. Советские запустили луноход. Людей-то не смогли. И он набирает грунт. И здесь исследует его. Ой-ой-ой. Какие абразивы нужно там. Какая твердая. Но откуда было знать Давиду про эту луну, что она твердая? Я говорю, сказали там, ну, звезды там перечисляются, кисель там и прочее. Я знаю, это большая медведица. Я занялся астрономией. Я Библию изучаю, но все, о чем говорит, я должен узнать по наукам. По наукам. Если говорится о воздухе, вся химия, все отбросы, я постарался узнать где-то. Он не просто профессор, он академик в разных областях. Если мы что-то считаем, мы должны с этим сравнить. Как говорит об этом Библия? О космосе рассуждаешь? Начни сначала. Первое исследование. Почему Ломоносов узнал, что на венере есть атмосфера? Какая-то там частичная. Он же не сказал. Ломоносов, ему равных не было в Европе. Ученый-то. Спектр. Они его ни во что ставят. Вот эти сегодня плоскодумки. Плосковеры. Вот так. И здесь говорится, не красть, кради. Закон изменился? Нет. А что изменилось? Разъясни, что сказано не красть. Я же с кого разговариваю, сейчас мысленно разговариваю с кем-то. Позавчера на меня вышел человек, как он меня нашел, не знаю, из Америки. И мессианские евреи, которые есть. Он в них уже вошел, мессианское у него все. Ну и все остальное, что там есть. Похоже, что боту держат, это крепко. Чтобы к евреям войти вроде бы в доверие. Не войдешь никогда. Ты гой для него, гой. Ты кушай скотины. Они, я не могу все сказать даже, неприлично настолько, как они в Шульхана Рухи пишут. Кто нам? Мы от скотского семени защиты, по их мнению. Нас только можно убивать. И какой лозунг? Найди лучшего христианина и убей. Женщина рожает, не оказывай помощи. Упала в яму, не подавай лестницы. Худешь мимо храма, православно плюнь и скажи, чтоб ты провалился. Это у них моральный кодекс. И здесь не крадишь. Что не крадишь? Ему можно воровать. Птица попала, задавили. Нечисто. Нельзя. Под проценты давать нельзя еврею-еврею. А язычнику можно. И при том, что удивительно, это за Библией написано. И я теперь подо все, под это подвожу основание Слова Божьего. Как мы виновны, что Бог, ну как, двойной стандарт подходит. Еврею нельзя. Там сдохла она или что. А мне можно. А мне можно. Так вот, не кради. Это касается во все времена, ко всем нациям, во всех эпохах. Любой национальности. И дальше. Маленько этот человек, который зашел, я ему задал вопрос. И он маленько это отвечает. Дальше. Говоря не прелюбодействуешь, прелюбодействуешь. Как прелюбодействуешь? У тебя жена есть. И с другой женой ты слепился. Прелюбодей. Да ни один мусульманин не поверит за 1300 лет. У него в законе написано, может, четыре жены иметь. Ну, всех, конечно, обеспечать надо. Четыре. А один женился, сколько показывает? Двусотый брак. Двусотый. Но закон ни разу не нарушил. Понравилось? Он берет пятую, а четвертую выгнал. А почему они все ожерелье на себе носят? А потому что в дом уже заходить нельзя. А если она с ребенком-то или ребенка до двух лет имеет право прожить, накормить, оставить и уйти. Прелюбодействуешь. Официально, лишь бы высокая ограда была, за оградой сосед был. И он три раза крикнул, я развожусь с женой. Сосед, слышу, слышу. Я развожусь с женой. Три раза крикнул, все. Назад повернуть уже нельзя. А как вернуть теперь жену Деппу? Вернуть нельзя. Но лазейка оставлена. Если она выйдет за кого-то замуж, а потом оттуда вернется. Если вот этой прослойки не будет, чужого мужа, то взять нельзя. А ты почитай у нас книга пророка Еремии. Говорит, если жену оставит, уйдет, сделает другого мужа, женой. Может ли она вернуться? Не может, иначе развратилась бы земля. У нас это разврат. А у них благодеяние и святость. Ну мы разные, понимаешь. Даже нельзя сказать, насколько разные. Так я не беру там буддистов, других, сатанистов. Это все-таки Иса, Иисус называется, Марья, Мария. И там, и жил там, это Евангелие там. Но многое что есть. Вообще-то не так скажу, это уже не столь важно. Я говорю, как ты понимаешь прелюбодеяние? Понимаете, уже вопрос. Я говорю, а дальше написано любодеяние. Любодеяние. И прелюбодеяние. И меня спрашивает один бактист, а что такое любодеяние? Я ему отвечаю, это объединяющие блуд и все, что входит ниже пояса. Вот это вот любодеяние. Он говорит, нет, не так. Я говорю, как? А жена не слушается и любит делать, что хочет. Жена виновата в любодеянии. Я говорю, а у него, у бактистов, родящего 68, который на коммунарах, у него одновременно от трех жен сидят дети. Толстенко Сергей, если уж хотите, Федорович. А почему? А у Любы сколько? У Любы этой сколько? Первую жену оставляет 9 ребятишек. А почему он разбился? Она меня к себе не допускала. А откуда дети взялись? Она не допускала. Да ты, прости господи, на чем ехал-то? Подушку и матрас забыл. На чем спят? Ну, однако, вот так. Теперь вторая и третья. А третья, она вообще никто ему тасе. Она его приняла. И парень-то большой, лет 15. И тут же прям в собрание подходит. Папа, он сразу, я тебе не отец прогнал его. Мусульмане не прогнал бы третьей жены. Что, мы лучше? Ты православие потерял, пошел туда лучше? Три жены официально. Притом дети одного возраста. Я говорю, называя имена, уж если не верите. Брат у него священник. И плохой священник. Так вот, что такое любодеяние? Любодеяние жена любит делать по-своему. Я ей говорю, закрой форточку, она открывает. А то любодеяние, да, самое настоящее. Так ты-то что не закрыл-то? Что требовалось-то? Не застегнулся бы и спал. Я тебе объясню. Как раньше лицари уходили воевать, на женщин надевали пояс целомудрия. Я не могу понять, как. Железный, под замок. И уже никто никуда не доберется, не сворует пшеницу у него. Ну, как она сама-то уходила-то на год, на полгода. Ну, значит, как-то что-то было. Ну, и он приходил, ключ в сабон, посмотрел там, зажаял и все, может быть, открыл. Опять попал домой. Это придумали, это надо было думать. Кузнецы ковали это все, с пояса, лабуны, мечтал. Так вот, что такое любодеяние? Прилюбодеяние, оно третье. Ни один бобвист вообще не может открыть и читать третье. Гнушаясь идолами, светота стучит. Гнушаясь идолами, гнушать все. Что такое? Это же презритель. Я до того гнушаюсь, мне противно, я трогать не могу. Я гнушаюсь. Гнусно это. Противно. А светота стуешь? Я говорю, а что такое светота? Он учит людей. Он начинает говорить совершенно не об этом. Я говорю, ты свежи с идолами это. Тут не написано, что, говоря не красть, светота стуешь. Или говоря не прилюбодейся, светота стуешь. Но именно, красть, и все с этим связано. А идолы связаны с светота сту. Как? Напротив. Я разговариваю с проповедниками. Они вот это услышат, они будут говорить. Но не будут сознаваться, что услышали в нашем ролике это. Я говорю, что такое идол-то? Ну, изображение, изделие рук человеческих. Ну, ты можешь подписаться, что изделие рук человеческих, принявшие какой-то образ, это идол? Молчок. Я говорю, ну, можешь подписаться хотя бы в интернете. Он знает, что что-то у меня есть, какая-то яма тут. Он в нее рухнет и напорится пузом своим на колья. Я говорю, скажите, в храм, в который приходил Христос, это храм был или капище? Храм он сам назвал Дом Мой. А как он был устроен? Не знаю, это я говорю, из Икиилия. Признаешь, да? 41 глава, признаешь, да? 17 стих, признаешь, да? Читаем. И сделай изображение Херувимов снаружи и снутри храма, от пола, от толка. У них нет ни живого места, все было в иконах. И Христос туда пришел. И говорит, Дом Мой. Третья глава пришел, говорит, туда Петр Иоанн, в храм, сейчас молитве 9. Что такое святотат, слышишь? Святость, это понятно. Святость, чистое, принадлежащее Богу. А тать, это вор. Ворует святость. Святотатис. Вот просто своровал, это вор. А если ты в храме у батюшки Ризу украл, Евангелие, там даже свечи, святотатис. Это святыня, посвященная Богу. Это как огня боялись. Надо кормить отца, мать. Ну я принес бы, поставил мешок муки, макаронов, барана, и сказал, дорогие родители, это я принес вам. Отец только, ну сынок, благодарю, это карман. Как карман? Да я посвятил это Богу. Он, Саша, относится, Бога, Бога, на меня убьют сразу за это. Нет, нет, я с голоду умру, но не прикоснулся. А Христос на это говорит, вы заменили Божию заповедь. Карман. А сам залез в Божий карман. Бога обкрадывайте, меня обкрадывайте, говорит. А как? Я говорю, а вот как. Так, у вас иконы есть? Иконы. Так это идолы. А вот это есть вот отца. Когда икона на иконы, ты посвящаешь святость. Святость Божьей изображения. Идолам ты гнушаешься там. Марс, Юпитер, Венера. Ну понятно, Венера, венерические болезни. Ну тут можно, Марс, войны. А скрипты врачами занимаются. У них был там Кронос, Бог такой. Он пожирал своих детей, которые рождались. Это Екатерина. Жизнь Екатерина. Все описывает где-то. И здесь. Вы святотатцы, все сектанты, все баптисты. Да как это так? Ну тогда объясняй ты. Но объяснение должно быть такое. Объяснение это толкование. Чтобы оно не противоречило ни одному месту Писания. И свяжи именно с идолами. Молчок. Я говорю, так вы слышите меня? Я думаю, он ушел. Нет. Ну как? Ну в другой раз поговорим. Вот в другой раз поговорим. Любят говорить евреи. И сейчас выставили ролик такой. Глава, о которой у евреев не принято говорить в Танахе. Закон Божий Танаха по-еврейски. И молодой парень. Библию у него по-еврейски там в Иерусалиме. И он подходит и говорит. А вы верующие, да, верующие. Иудеи, да, иудеи. А пророка Исаия признаете? Ну конечно, это великий пророк. Ну а вот есть такая 53 глава. Ну что? Ну послушайте как. Вы хотите послушать? Да, еще стоит рядом человек. Он не перед аудиторией говорит. А вот смотрите. Изъязвен был за грехи наши. И мучен за беззакония наши. Как это? Это хороший человек? Ну конечно. За нас, Маиди. И он все ему считает. Ранами мы исцелились. Лик его был обезображен. Это здорово? Конечно здорово. Вы хотели бы с таким человеком познакомиться, который взял бы наши долги, простил и освободен? Да. А как думаете, в мировой истории были такие люди? Не знаю. А как вы думаете, Иешуа? Похож на него? То есть Иисус? Нет. Нет. Нет, 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 нет. Только не Иешуа. Ну другого назовите. Кто? Ну скажите, вот он исцелял, он делал, кормил и его распяли. Это хорошо сделали? Нет, это нехорошо. Ну нехорошо так. А теперь другой-то кто подходит под эту характеристику? 53 глава нет. И как и юноша беседует, тот просто зарядит. Глава, о которой не принято говорить. И некоторые прямо задумываются. Тайная глава Танаха. Танаха это закон. Закон, весь закон на Танах называется. А в пяти книжах как называется? Твора. Вот. Я говорю, так вот, а он начал разделять там вот это уставы. Вот это, это мне, он видимо из этих, такой вели. Вот уставы, повеления, закон. Я говорю, а почему вы разделяете? Ну Авраам уже было данное постановление, а закона не было. Ну а почему вы разделяете-то? Почему умнее Христа? А почему? Христос-то не разделял. Ну а как по Библии где видно? Воскресший Христос беседует с учениками и начал им их доказывать. Из закона, еще Тора, из пророков, что? И Псалтырь. Все три? А у вас уже восемь набираетесь. И когда мы читаем Псалтырь 118 главу, он пишет, от уставов твоих не отступал, слово твое остылите, писание твое там сделало меня мудрее учеников моих. Он перечисляет, перечисляет. Это все означает Библия. Кажется, я разбирал это дело около семи названий, и все это о Библии говорится. Никаких разделений нет, что закон я могу нарушать, а заповеди не могу. Ну то есть это мудрование плотское. И вчера мне этот человек скидывает несколько раз, что у него попадет, я написал, у меня принят такой регламент, под скайпом можно сделать только одно сообщение. Он на одной минуте, там два-три, и правда ответил хорошо, хорошо, постараюсь, и больше не стал. А она как-то скинет, а на компьютер, квак, 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 и ты, квак, и как на болото пришел. Мне это не надо. Итак, теперь соединись с тем, с чем ты считаешь. Я это все включаю туда, и не просто так. Продолжаем? Да, конечно. Впереди что было написано? Ну, впереди. Зная, что закон положен не для праведников, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц. 1 Тимофею 1.10. Для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению. Толкование. Известие, последнее письмо, когда было? Да не было письма ни одного. А сколько? Да уже, говорит, восьмой год. Можно же замуж выйти. Церковь постановила, допустим, 5 или 7 лет. Это епископ решает. Может она выйти замуж. И вот она вышла замуж. Вышла замуж совсем. Ну прошла, говорится, медовая ее этот, запал не прошел еще. В дверь стучился. И кто? Муж. Лежал в госпитале. Потеря вещи, сознание. И он ничего не мог сказать. Тапочки только надевал, не разбирая. Налево, направо. И поэтому поняли, что он где-то из Туркмении или из Узбекистана. У них там это не разбирают. И тогда стали искать, кто там нет. И в конце концов, он нашелся. Да теперь-то она помещалась. Вот отец Арсений. Книга такая. Там это все подробно описано. Подробно. Вот он раз и явился. А я теперь куда? И он куда? Ну, православных веков. Монашество пошел священником. Ну, а она живет там. И она-то его любит. Она как смотрела на него. Ну, это просто надо жизненную ситуацию приблизить к себе. Войти в это. И теперь закон нужен, нужен. Но закон-то не все говорит. Вот это 7-то лет не обговорено. Не обговорено. Степень родства-то не обговорена. У нас потеряевки было такое. Она вышла замуж. Живет, любит мужа там. Я не знаю, дети были у них или не было. Старики собрались. Беспоползе. И они начинают решать. У меня здесь лежала бумага. Родство нарисовано. Где она? Ну-ка, дай. Красненькие там клеточки стояли. Ну, тащили. В школе. И вон там лежит. Дай-ка сюда. Нет, не она. Вы видели здесь такая? Да, вы видели. Вы там нам сделали эти. Ну, нету. Пропало. Выбросили. Не выбросили, забрали себе на память. Ну, то есть, как определять, в каком колене можно жениться. Они все реки решили, посмотрели. А еще плюс к тому, еще кумавья или не кумавья. Если одного ребенка воспринимали, это родство. Жениться нельзя. Оставить кумавья ребенку, которому 5-6 лет. А потом разъехались. Они стали и узнали. И ее надо развестись. И где-то потерять-то было. И она говорит, я выйду вот так вот. Ну, замуж выйдешь вот за него. Ты. Милетий тут живет. Говорит, а Кузьмо оставь? Ее принудели. Она Карелина, кажется, по мере была. Оставили. Я, говорит, выйду вот так вот. Стою вечером, когда выйду, вроде бы, на улицу. А сама смотрю, он на другом конце деревни живет. Как мы с ним жили. А здесь все по-другому. И у нее, видимо, тоже что-то неладно было. И дочь больная головой, и внучка уже больная головой. Да как это-то не говорится. А какое прелюбодеяние нашли? Какого колена? Они старики-то сами по догадке шли. Да это еще не все. Прожила она 10 лет так, и нет. Заново начали рассматривать, и оказалось, что можно было жить. Теперь-то еще назад. Вот теперь-то и думай. Все ли сказано здесь? Вот этого канона нам нужно. Это вехи на пути заповеди. А вехи, говорят так, решает не безграмотный какой-то человек, а епископ. Если так уже случилось. Епископ. А сегодня епископ так, не сошлись характером. У нас здесь было. Я говорю, почему ты развелся предыдущий брак? Характерами сошлись. Ну было такое. Характерами сошлись. А как? А епископ разрешил развестись. Ну Пугачева-то с кем мне не венчалась? Если что, не меньше, как патриарх венчал ее. Видишь, как это? С золотыми кровями. Ну ничего, пройдет. Бога надо любить. К Богу приближаться. И любить святые каноны. А вот теперь мы увидим тогда закон, как он заговорит с нами. А по закону-то, что попало делать не будешь. Все будет по благословению. А сегодня вообще не разбирают. Ну, раньше времени венчают. А по закону, который был в царской России, регламент такой. А она должна быть не моложе 16 лет. Ну, 15, допустим. Ну, где-то в этом. Ну, пришли к батюшке. Ну, как-то там это уговорили. А ей 13 лет. А жениху 15. Помещал батюшка? А теперь достала известно в консистории. В митрополии. Вначале решать. Папа вызывает. Ты, отец Симеон, ты знал, что 16-летний нельзя? Да вот там это... Ну, ты знал или не знал? Ну, родители-то говорили. Ему что отвечать? Знал. А теперь дальше смотри. Сколько не хватает? Три года. Три года. Отец Симеон. Так, крест снимай, положи. Три года. Ты больше не будешь священником. Ну, а дьякон помогал. Ну, дьякон меньше ответственный. Ему, дьякон, он только три года пополам. Полтора года не будет служить. Ну, как по-другому-то? Бить его? Нет. Церковь, назовем это церковью. А сегодня есть этот закон? Нету. Вообще никак нету. А нужно? Ну, обязательно должно быть эпитемья, наказание, раз он безобразнейший. Вот здесь, в России, если ты зарегистрировал, второй брак никак не сделают. Никак. Почему? Закон не разрешает. А у Рамзана Кадырова к Российской Федерации относятся. Глава администрации там имеет официально. Итак, у него в регистратуру, это в паспорте написано. Вене, там, две жены. Ну, а Рамзана спрашивает, ну, а Путин-то куда смотрит? Он говорит, а Путин умный мужик. И зачем вы ему сюда лезьте? Глава администрации деньги получает. Он прокормит две. Сколько бы жем-то было уже по этому-то закону. Вот и все. Мы должны вникнуть в это, понять другого, не остудить и понимать. С них спроса нет. Почему он вообще вне спасения? Мусульмане сюда не входят. Они не вписываются. У них нет Христа. Христа нашего. Ничего не осуждай, следи за собой. Но ты должен знать закон, на который всем показать. Это свет. Новое это. Есть Евангелие, Евангелия нет этого. А надо? Ну, а если не надо, тогда вообще нету ничего. Твори, выдумай, пробуй, как один сказал, самострел. Толкование. Хотя исказанного было достаточно, однако для полноты содержания апостол сказал и вообще, и для всего. Отсюда становится ясным, что доступ в такие страсти получают от искаженных догматов, ибо все они противны здравому учению. У меня вопрос. Еще раз прочитать, слушайте внимательно. То есть, он причисляет блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятопреступников. И дальше написано, и для всего, что противно здравому учению. Не написано, и для всех, кто противится здравому учению. То есть, как бы в продолжение. Ну, кто тут еще может быть там? Ну, понятно, преступники. А здесь обращаются к неодушевленным, как бы, предметам. Для всего, что противно. Так он передит о неодушевленных и перечислил. Грех блудодеяние. А теперь перечисляет блудодеянием все, что явно дед. Он перечислил еще и все, что противно здравому смыслу. Здесь не говорится, что нельзя жениться на родной сестре. Нельзя там, ну, все, противно здравому смыслу. В Ветхом Завете это было обговорено. Ну, сегодня на концу мы узнали, что человек там, мужеложник. А узнавать не надо, у них гей-парады идут. А как раньше было? Очень просто. Он гей-парады не делал, беззаконник. Его арестовывали, умели доказать. Ну, женщину взятого пролебодяника, как в самом грехе взяли. И дальше что? В этот же день его суд осуждает. Востольман его сразу убивают. В этот же день. Там в тюрьмах не держат людей такие. А это, Юстиняна была. У закона его. Человека клеймят. Допустим, написано блудник или там скотоложник. Железо сделали. Накалили и колбу приставили до кости. Все. И он уже это не смыть, нельзя не убрать. Он в таком виде только будет ходить. После этого его в шахту толкают, а вагонетками вытаскали. И там, где до первого поворота он вытаскивает, дальше он не должен света видеть. Другому передает, которому меньше наказания. Ну, допустим. И теперь он уголь оттуда таскает, там его урановую руду, неизвестно что. Все, света он больше... А апелляции ничего больше не будет. Уже доказали. Аперировать нечего. Пока он там не умрет, и на каталке у данного выкинут оттуда. А собаку похоронят не на кладбище. Это законы были. А если не Ан, это не просто царь было. Святой царь называют. То есть я правильно понял, что закон, он написан не только для одушевленных. То есть для блудников, воров, прелюбодеев, убийц. Но и для всего того, что противно. То есть, тут дальше толкует. То есть, анафеме можно предать не блудника, а, например, заразу. Нет, нет, не так. Он говорит, для всего, что противно здравому смыслу. Ну, то есть для всех тех, кто противно здравому смыслу делает. Ну, так вы и написали, и для всех, кто противно. А почему для всего того? Ну, тут написано, перечисление, то он грехи берет. Он так и берет, и в них не в смысл-то. Можно добавить. Вот сейчас есть такие, называются экстремалы люди. И они чем занимаются? Они на резиновых веревках прыгают вниз. И чем выше, с моста там, откуда, ну, где можно там. И до земли не долетают. Но очень часто бьются. И вот один разбился такой, очень там многих привлекал он этот экстремал молодой. А отец его, ну, решил, ну, как бы узнать, что он там такое испытывал великого. И тоже сам прыгнул. Ну, не знаю, разбился или нет. Ну, то есть, если веревка, это, которая медленно тормозит. Она резиновая, да. Это, это, вот это вот, здравому смыслу оно соответствует или нет? Ну, нет, конечно. Ну, какой тут здравый смысл прыгать? Или вот они там, эти, прыгают там, пуркуристы. Вот прыгают, все прыгают, кувыркаются с высот всяких и так далее. Потом показывают один на каталке, уже только руками крутит. И вот, вот я там, вот, упрыгнул, не допрыгнул, спину сломал. Вот, не надо, не прыгайте. Ну, соответствует здравому смыслу? Ну, конечно, нет. А вроде это как и не грех какой-то, ну, прыгай себе. Ну, здравому смыслу-то это не соответствует. И так далее, и многое другое. Ну, они, видите, как, когда человек падает с водным падением, то между руками тут что-то в материи или что-то делать. И он руками этим может направляться. Как летучая эта мышь. Да, как летучая мышь, направлять себя. И он там нашел две скалы, ну, и расстояние, вот как в комнате. И лететь оттуда, чтобы этот пролет пролететь. Кошмар. А другой, другой, нашел более низкий, так что стоит линейка, замеряет, сумеет он пролететь. Ну, а Чкалов что сделал, когда подлетел под мастол? Да, да, да. Это же самое. Конечно. Замерил самолет, но его наказали за это. А потом на ходу туда еще поезд когда идет. И не задеть опоры. Это ужас один. А потом есть такое, огни когда загораются, там приходят те, которые приезжают в Таиланд. И они тогда разбегаются, прыгают. И прямо около самого берега надо долететь до туда, и там уже вода, он нырнул. Она не получает. Чтобы в скалу не попасть, да? И показывает, он перед самым как прыгать, он запнулся. Ясное дело, что не долетел и ударился. И теперь показывает, лежит на операционном столе. Лица вообще нету. Это все отлетело у него. И теперь что с ним делает это? Молодой человек, ему это надо было. Вот о чем ты говоришь? Все. Все это противно здравому смыслу. Уколы. Здесь не говорится о наркотиках. Колятся. Это противно здравому смыслу. Пьянство-то было. Курева никто не знал. Противно здравому смыслу. А сейчас кальян еще. Там говорят, фрукты хорошо. А сейчас доказывают еще хуже даже. Через воду там и прочее процеживают. Противно здравому смыслу очень много. Очень много. Да, это только начало. Противно здравому смыслу читать какую-то эзотерику. Тоже понятно. И так далее. То есть тут научение нужно перейти. Вон Рерих возьми. Там Огни-Йога. И ни в коем случае читать ее нельзя никому. Ты рехнешься просто. Рехнешься. Ну хорошо. Тогда другой вопрос. Закон осуждает человека или ересь? Человека. Еретика. Это сектанты, что они говорят. Бог ненавидит грех, а грешника любит. Этого нет. Везде написано. Грех как человек объединенное. На Спаскаре крови креста. На кресте не было кровь. А здесь написано, что закон положен для беззаконных, то есть перечисляются люди, потом запятая, и для всего того, что противно здравому учению. То есть и для ереси как бы. Ну да, для ереси. Но у ереси она не отдельно. Как ереси? Ты не можешь ее... Вот я и спрашиваю. Ты можешь осудить. Почему они написали? И для всех тех, а написали для всего, что противно. Прими как есть. Что? А никто. Можно я еще добавлю по слову Божьему? Написано. Не участвуй в делах тьмы, но и обличай. Но и обличай, понимаешь? В его делах тьмы. Дела тьмы это люди, которые делают дела темные. Беззаконие. Ну и обличай. То есть ты должен еще это все обличить. А то, интересно, ты, допустим, против коммунизма, против и так далее. А вот будет рядом этот коммунист. Так ты ему глаза-то говори теперь. Так он виноват или нет? Ну он человек, его надо любить. Подожди, ну ты его люби, но ты же его должен обличить. Сейчас вышло два больших ролика, и видимо третьи готовятся. Документальный. Как шел Нюрминский процесс? Просто зарядить в интернете Нюрминский процесс. Как уходит Герин, как они сидят. Там что-то, я не знаю, сколько могу ошибиться. 27 только адвокатов, а не из нацистов. Адвокатов все были даны. Потому что Англия, Черчилль, там Рузвельт, все они хотели, и дальше еще с этим, после этого был Трумэн у них, чтобы преступников арестовали, высшую верхушку, ты расстреляли и все. А Советский Союз настоял не так. провести настоящий суд. И победило их мнение. И тогда юристы были даны, там 270, кажется, корреспондентов, какое здание, где они особенно буйствовали. Нюрнберг, он весь разбомблен. Нашли здание такое, там близко тюрьма, и переход, и все было сделано. Несколько попыток было, чтобы их освободить. Никак. И кто? Геринг. Геринг, пентмаршал. Не только пентмаршал, а он, это, рейхс-министр. Правая рука. За Гитлером он первый встает. Правая рука Гитлера. Есть такое мнение, говорит, появилось, что его все-то не хотели, они имитировать надо было, что он умер. И, видимо, а так как он был наркоман, у него сердце не выдержало, чтобы вылезли как мертвого. А он покажет, где все золото, он знал, где золото рейха хранится. А почту ему дать это в Аргентине дожить. Но из этого состояния его не вывели, считают, что он отравлен. Как он получил отраву? Проверено было. Но у него было свидание с женой, ему разрешили поцеловаться, и считают, что она ампулу передала из рота в рот. Изо рта в рот. И за один день, когда вынесли приговор, он написал сразу прошение, что расстреляйте, не вешайте. Маршалов не вешает, их расстреливают. А он пришлен уже мертвый. И его мертвого подтащили к виселице. Я не видел, как не вешают. А там показывают, как петля надета, а который там американец ковбой, эту веревку, как он переплет. А потом веревку частями продавал дорого. На этой веревке я повешал сколько. И перед ним пол, крышка открывается вот так вот. И человек туда летит. Сразу у него позвонки разрывают, и все, голова на месте, шкура на месте, а позвонки разъединены. Мгновенная смерть, он боли ни один не чувствует. Придумали как? Линчевание. Да, надевает на голубо шлык, темный, показывает, петля надевает, и дальше он падает. А там уже не показывает. Показывает сразу, и в эту же ночь в крематории, сожгли и петел развеяли где-то. Не нашли Бормана Гитлера. Просчитают, что Бормана труп найден был после, спустя 8, что ли, лет. ДНК все проверили. Гитлера, да, так и не понял. Меня ни один не интересует, как Гитлер, его переживания. Он знал, что он на это дело избран. Проведение его поставили. И выступает один генерал, там генерал осудят, который, ну, там, министр какой-то. И он говорит, ему говорят, ну, вы сами же план разрабатываете. Нет, говорит. Вы просто не понимаете, о ком вы говорите. Гитлер, Адольф Гитлер. Ему было дано такое, что нас, генеральный штаб, все вместе. Ни одной малейшей ошибки не могли найти. Он полностью все поля сражения, где что есть, держал и учил. Все помнил. И давал какое-то предложение. Его ни один знаток военный не мог опровергнуть. У него знания были нечеловеческие в этой области. Но я верю, что Сатана ему показывал, почему он знает, бесноватый фьюрер. Но все-таки вы виноваты, виноваты. И последний сюрприз какой представили. Они говорят, мы напали, почему? Потому что Сталин готовился напасть. Это действительно так. Скопление войск. На две недели раньше. А Резун Стуворов, который Гитлер пишет. Это уже сегодня все знают. Все. Почему, говорит, обороны не было. Готовились к наступлению. Более миллиона парашютистов подготовлено было. Путин боится. Гитлер напал, ему деваться некуда было. Но теперь надо было доказать, что готовились к войне не за две недели, а больше года назад. Уже готовился Гитлер напасть. С 39-го года. Но сроки не совпали. А как доказать? Все отказываются. И Советский Союз предложил... Они не знали, что Паулюса, который под Саленградом фельдмаршал попал. И они даже Гитлер венок возлагает. Считали, что он погиб. Он живой. И с ним там работали. И он теперь... Его в тайнах привозят. Операция тайная. И уже он в здании Нюрненского суда, международного трибунала. И русские там, у Руденко, обращаются. Советские. Дескать, у нас есть, что сказать. Есть человек, который сам разрабатывал эти планы. Как? Так никого же нет. Есть человек такой. А вы могли бы его представить? Могли. А сколько время потребуется? Он говорит, несколько минут. Он уже у дверей стоит. И в это время он заходит. Заходит и начинает давать показания. Все. Только прошептали. Предатель. Он всех на весельцу потянул. Ладно, нападение на Советский Союз. Готовился план Барбаросса не за два дня. Года полтора-два назад начали готовить. С декабря 40-го. С ноября. А? С ноября 40-го года. Да. Все там показано. И при том, как выходят, как говорят, кто как говорит. Свидетели, женщины. Фильм, составник, документальный там как это. Трупы бульдозером взрывают. Ну почему не судили коммунистов, которые сто раз больше сделали зла? Почему на скамье подсудимых не оказались эти изверги? Вы сейчас сказали план нападения на Советский Союз? Или Советского Союза, на Германию? Нет. Они готовили. Гитлер готовил. И поэтому нужно было доказать, что вы знали. И поэтому вы опередили там. А у вас план был готов не тогда, когда вы знали, что нападает. А, тот предатель в том, что... Что открыл. Что открыл. Я сам разрабатывал план. Фюрис стоял здесь, а ты, Герин, стоял с этой стороны. Ну что, ты же помнишь? Ну помнишь. Он им говорит, и тут сидят Дионис там, все. Они хотели... Русские-то знали, что германцы будут нападать за два года-то? Разведка. Сталин никому не верил. Он верил только Гитлеру. Одному человеку верил. Они что там, друзья были? Никак. Только Риббентроп-то был заключили с Молотом договор. Все, Сталин считал, что там вечно. Но Риббентроп, министр иностранных дел, он тоже был повешен теперь здесь. Да, как все. Запутано, да? Я понимаю. Меня интересует только Гитлер, переживание его. Когда он понял, в какой момент. Он везде не сдавать, не сдавать. Когда он понял, что все проиграно. Что Курская дуга, это ему дуга. Согнет его дугу. Секретарь его выступает, которая у него была, кажется, три года секретарем. И она говорит, не могу больше сказать. Он очень скрытный был. Ласковый, внимательный, джентльмен настоящий. А про это никому не говорил. У меня внутренние его переживания. Как он понимал, что он на это дело избран. Уже все в руках. Франция пала, Европа вся перед ним. И теперь только уже к Москве подошли. И вдруг ничего не может понять. Все назад идет. А с Севастополя освобождают. В Румынии. Он пятится и пятится. Ему снабжать горючего нет танков. Главное, нефтепромыст это уже переходит. И вдруг второй фронт открывается. Вот его переживания-то какие были. А его 56 лет только было. Да. Вот. Меня интересует именно вот это вот внутреннее. Я тогда сравниваю. Падший демон. Самый дьявол. Когда он понимал, что весы качнулись в другую сторону, он был сбит. Умнее Гитлера за мировую историю человека не было. Не считая Христа, конечно. При условии, что Бога нет. А если Бог. Если вот этот самый сильный был сосуд дьявола. Он везде ссылался на провидение. Игнатий Иванович, еще здесь такой момент. Он же знал Сталина. То есть в его лице Сталин, но если взять Гитлера как дьявола, то Сталин как Бог был. То есть он будет наказывать, и он это знает, что накажет крепко. И он наказал Гитлера как Бог был для Сталина. Ну и да. Да, да. Это так тоже было. Тысячи городов. Начало войны страшное было. И показывает, как пленные идут. 4,5 миллиона. Такого ни одна армия мира не знала. В плен в первой же они 4,5 миллиона. Почему? А все было уже здесь к наступлению готовилось. Этим выдали краткие разговорники по-польски, по-немецки солдатам. Зачем? Что на две территории, чтобы дали воды хотя бы на писти. Сегодня уже никто не спорит об этом. Ну а Игнать Тихонович, вот сегодняшние-то вот эти фашисты украинские, там, и Прибалты, там, все. Для них же, для его родителей тогда же фашисты были своего рода освободителями от коммунистической заразы и химеры-то. Ну а почему они думают, раз коммунисты плохие и с ними борются фашисты, значит фашисты хорошие. Ну логично, наверное. Да, да, так и есть. Хорошо, ты Бандера знаешь, он обеял войну всем фашистам и всем коммунистам. Нам самостоятельная Украина нужна. Его фашисты посадили, он сколько сидел у них там? Он сидел не один год у них. А они фашистов тоже не ласкали. Потому что Женицын пишет, у Гитлера у них, у Геннеки, ума не было. Как надо было ласково обращаться с этими народами-то? А эти говорят, они готовили целые отряды НКВД, забрасывали в Польшу, там, везде, где. Уничтожали целое сирене, но форма, все было эсэсовское, как будто это эсэсовцы делают. И тогда люди валом пошли в партизаны. Ну придумали. А что не придумаешь-то? Вот сейчас такое было, советские говорят, этих боевиков переодели в русскую форму, все, и там кого-то делают. А теперь эти-то, которые, ИГИЛ-то, они это, смотрите, что делали-то это. Ну, а те, а некоторые убили, но в плен живого ни одного не захватили. Не смотрели документальный фильм о том, как НКВД забрасывали отряды смерти для устрашения немцев. Немцы сжигали деревни, допустим, ну там, расстреливали кого-то. А НКВДшники поджидали колонны и страшно, это, изуверски истязали трупы немцев, которых убивали. Там сердца вырезали, головы, там, языки и так далее. Слушай, а сейчас меня подбросили в фильм посмотреть, называется «Молчание». Страшное дело. Видел, нет? Нет еще. Запомни, «Молчание» Савельс. Меня попросили дать рецензию. Время 1640 год, миссионеры, католические иезуиты забрасываются какими-то путями в Японию, а там их убивают. И как они обращают людей, и как главный, который учитель пришел туда, отрекся и стал буддистом, и стал своих же сдавать. И я вчера дал комментарий на это и показал, ну, какой канон на него падает, потому что канон еще 4-5 век, а он тоже в 17 веке. Ну, хорошо поставленный. Тяжелый фильм, но к себе применяешь. А выдержал я, как они мучают японцев. Вообще мучают не так. Вешают вниз головой, висит человек. Голова тут касается, кажется, воды или грязи, еще она там есть. Как-то на шее что-то надрезает, чтобы убежать не смог. А то кресты ставят прямо на суше, а потом вода прибой, и они прямо под волной скрываются, бьет волна за волной. Это саталисты. Это хуже мусульман. У мусульман в Коране написано, что христиане не подвергаются смертным преследователям. Люди писания. Платили налог. Налог. Ну, как покоренные. А у тех ничего. Под корень. Все. Рубили, давили. Так что это сатанисты, буддисты. Там ни одного слова евангельского нет. Нет. Еще вопрос. Духа лжи, который в человеке, он влияет на его спасение или нет? Ну, если добровольно пустил, конечно. Еще, что вместе с сатаной на небо пойдет. А если допущено Богом, вот как с Тагири монах, первый том Яна Затауса, то это самую большую награду получит. Какие он муки терпит, говорит. Люди, вот я спрашиваю баптистам. Допустим, человек живет правильно. Ни блудник, ни вор, ничего здесь не попадает. Может он бесноватиться? Да вы что? Да никогда. Это Божий сосуд. Может. Потому что это Бог. И он это допускает. Допускает. Невинные люди погибают, чтобы получить большую награду. Запомните это. Бесноватиться может любой. Это не говорит о спасении. Ну, добровольно он это или нет? А как ты? Как пошел? Я, говорит, спал и чувствую, рот раскрывается и большая черная свинья в меня залезла. И он встал и начал бесновать. Ну, как бесновался Матавилов Александр Николаевич? Он сидел с Серафимом Саводским, беседовал и говорит, вот бы побороться с дьяволом. Что ты, что ты, ваше боголюбие? Это настолько страшно. И когда Серафим умер, а эти слова-то Сатана слышал, и он сидел, писал, там рукопси разбирал, вдруг порточка открыта, туман. Лента идет прям ко рту и весь в него заполз. И он начал тут. И он ощущал, сколько-то раз сажу со себя скребал. По-моему, три дня он мучился в этом пламени. Червя видел, который в него заползал, уползал, он брал, говорит, растягивал. Червь неумирающая. Я почему этот вопрос задал, когда братца начал про плоскую землю. И вы говорили, что верит и верит так, что земля плоская, это на спасение не влияет. Да. Но тогда еще не беседу. Они говорили о том, что верит, а не о бесе. Есть такие, которые просто верят, ненаученные. Другое дело, дух лжи принял. Ты не путай. А духи лжи... Объясните мне разницу. Верит и дух лжи принял. Да, что так и есть. На всех нашлось, например, Джарана Брона и Галилея Галилея. Все остальные-то все верили, что земля плоская, на слонах стоит и слону на черепахах. А так о смогоне-то и сегодня придумано было. Они в это верили. Верили, так преподавали. Они не могли объяснить, как затмение, солнце, почему. Почему именно за горизонтом скрывается. Ничего этого не могли объяснить. Просто принимали и все. А еще происходили, что человек это центр всего. А человек живет только на земле, и поэтому земля вселенная. И поэтому земля не может там лететь куда-то. Пусть солнце вокруг ходит. Но они объясняли, как. Когда мы что-то готовим, они говорят, мы на огне сковородку крутим. А не вокруг нас огонь, вокруг сковородки. А сковородка-то наша земля. Все там. Игнать Циханович, можно вопрос задать? А вот так вот. Дух лжи, да? Дух лжи. Вот его в какой момент принимаешь? Когда вот только начинаешь верить, еще, вы говорите, не принимаешь, да? Не знаю, не знаю, принимаешь. Нет, ну как-то он же входит, да, в человека. В каком именно моменте? Может на молитве. Может во время причастия. Недостойно причащается, если пьет себе осуждение. А с осуждением уходит. Священник неправильно крестит. Его видели связанный... А человек, может неосознанно, да, это вот что? Не знаю, как. Когда в какой... Но для этого прелюдия какая-то была. Обязательно. Где-то касался нечистой силы. Она тебя запятнала. Но он может неосознанно принять этого духа без... Ну как? Неосознанно может принять такого духа? Или это осознанно происходит? Через грех. Ну вот понимаешь, добровольно человек все это делает. Как печать. Добровольно, да. Значит, не печать, а начертание антихриста. Добровольно. Человек от истины отступает, а берет ложь. И это... А дальше как проверить? А вот она все лживая к нему идет. Любое в интернете, где бы он видел ложную, я еще не успел определиться, что он уже понял, это его. Он сразу берет и подобное начинает устать. Верить Стерлигову, это я не знаю, надо каким быть. Это вообще никаким. Вот такое и есть. Вот такое и есть. Или это Славик Кошенинников. О нем было исследование. Патриархия. От патриархии было. И признали все это ложь. Как можно Стерлигову верить, когда он Библию синодальный период не признает. Вот вся московская патриархия еретическая, старообрядцы еретические, старостильные греки еретические. Он знает, только он одного епископа, но никому не говорит. Ну, мошенник. Конечно. Он грабанул миллиарды, спрятался их. Он такой глусный сгородит, даже слышит. Ипляй Сихонович, скажите, а вот он в Потеряевке живет, а как воспринимает Потеряевку? И то, и то принимает. У Потеряевки есть устав. Тем более проверенный на этот год, уже на 17-й год. Заново перерегистрация. Он нигде, ни в одном пункте его не нарушает. В уставе не написано, кто верит в плоскую землю, того не запускает. Такого нет. Он хороший человек, этот работник. Он верный товарищ. Он спешит на помощь другим. Он жертвенный, жертвенный. Понимаете, что? Почему мы должны думать, что все должны, как я, понимать? Однако, плоская земля – это ложь. Человек утверждает, что земля плоская. Он же лжет, он же лжец, а в Потеряевке устав. Не умышленный. Понимаешь, нет. Он не знает этого. Мы этого не ставили. У него тайного умысла нет сделать всех на нас плоскодонцами. Почему? Ложь. Я сам говорил это. Он прямо сам говорит. У него есть умысел, чтобы мы все для него лжецы. Он клевещет на вас, что вы врете, что батюшка врет, что Виктор Савченко врет. Мы для него все лжецы. И причем он так и говорит – врут. Я вру, понимаете? Я безмозглый, вы безмозглый. Понимаете? И он, ему как здесь орденажит. Он так понимает. Почему я? Ну не буду так, как Никита говорит. А ты прими, как мы верим. Ничего себе. Так не годится. Он так нас считает. Но это естественно, раз он во лжи, он так нас и считает. Но устав говорит. Человек должен, чтобы перед тем, как поселиться в Потеряевку, доказать, что он не лжет. Как доказать? Теперь давай, я тебе покажу, каким параметром. Вот он должен доказать, что он не лжет, он должен поехать с вами на Байкал. И он доказать, что он не лжет. А он не едет. Значит, он доказать, что он боится этой лжи, значит. Я тебе скажу, что нельзя так. Ну нельзя, согласен. Нельзя, ты по-топорному, прости за выражение. По-топорному. Ну а как еще? Ну я не к тому говорю. Сейчас, послушай, послушай, послушай. Вот какое дело. Он в это верит, что это не ложь. И мы не можем ему доказать никак. И допустим, он приезжает, я спрошу. Мы можем, на Байкале можем, а он не хочет. Я спрашиваю его, ты судим был? Он говорит, нет. А потом выявляется, он судим был, да мало того, побег сделал. Побег сделал, его разыскивается, он солгал. Он подставил нас теперь всех. Вот в чем дело. Дальше, он говорит, не лгу, я говорю, нет за тобой такие смертные грехи? Нет, оказалось, он убил первую жену, а говорит, она ушла. И теперь раскопали, его ищут. Я съездил и нашел, что в самом деле он убил. Я не конкретно говорю. Где-то. Понятно. Понимаешь как? Или такое? Он приезжает, я говорю, ты никого не должен. У нас в выставе написано, нигде в долги не хочу не брать. Вот особенно сегодня ипотека. Ипотека. Будешь потеть и потеть. Берут, я не знаю, там раньше было 8%, 10%. Сегодня вроде до 12 дошли. 12? А если ты взял деньги много, у тебя может идти 10 тысяч в месяц только на покрытие процентов. 10, 15, 20, несмотря сколько. Он не сказал, у нас в уставе написано. Он устав просчитал, я согласен. А там написано не брать. У нас никто не берет, у нас запрещено брать. Он взял туда, а им это выгодно, чтобы ты не рассчитался. И теперь он только работает на это. А за него должны быть поручители. А поручитель я. У них-то взять нечего, у них только дом, который они там, ну, обычно это поддом. Ипотека это дом. Ну а дальше-то что? Меня спрашивают теперь, ну а что, уже годы проходят. Мы, говорит, так 15-20 лет, и мы не можем еще сделать. Что делать-то здесь? Нет, по интернету там. Я отвечаю, у вас выход есть рассчитаться? Нет, мы не можем. Мы двое, мы работаем только на погашение процентов. А долг так и стоит. Ну мы взяли 3 миллиона. Дом дорогой был. Сейчас в Барнауле продается дом, показали где-то 25 миллионов. В новом там районе или там каком-то. 25 или 24. Сегодня я просчитал только. Алтопресс печатает. Ну а как выйти? Выход только один. Написан должник. Делается рабом взаимодавца. Вы уже у жидов в руках. Жидовские рабы. Я имею ввиду не национально. Жид это русский, скряга. Кто тебе дал? Словарь Дали говорит об этом. А что делать? Немедленно дом продать и рассчитать все. Иначе его все равно отнимут. У тебя еще. Ты скажешь, а у меня больше денег нет. Все. А они теперь под это. У меня 5 поручителей было. Теперь их квартиры ставятся на учет. И они должны заплатить. Тот, кто дал, ему только можно голову отрезать. Он уже не выпустит из рук. У него зубы загнуты вовнутрь, как у крокодила. Вытащить ничего нельзя уже. И он обманул бы нас. Поехал и сказал, а у меня на Украине там ипотека и то другое. У него проценты идут. А здесь он не зарабатывает. У нас были такие малютины. Где он как сумел доказать, что я его поручитель вроде бы. И мне непрерывно звонят. Я говорю, понятия не имею. А о ком? Ну а вот Саша. Ну знаю, жена верующая. А он никогда не был нашим. А вы знаете, его нигде нету. Говорят, он тронулся где-то. И где-то его сдали там. И все, он там сидит. Насколько достоверно, дома у них нету. С ней, с хозяйкой. Я слышал, что он сошелся с другой женщиной. Ну что-то такое вот, я не знаю. Они скрывают поэтому. Так вот здесь, к нам он приехал. Вот это он скрыл ложь, скрыл ложь. А это не ложь его, для него это не ложь. Теперь, я тоже ладно, по земле поговорили. Теперь я буду, а как ты считаешь, крещение какое-то? Он полное погружение принял здесь, крестился. А сейчас вышел и говорит, а вот действительно, если поможет. Никто этого не ожидал от него. И мощение, и крапление. Это считается. Да зачем ты это крещение полное принимал? Понимаешь, вот это уже, но опять же, это пришло к нему. До этого он так не говорил. И вот так просто рубить нельзя. Вот я сказал, примерно в чем, где виновен он. Он должник. Теперь за него можно рассчитаться? Нельзя. Ни у кого нету. Нашу потеряевку с потрохами продать, и мы только проценты будем платить. Их нельзя выкупить, этих людей. Так вот Америка, я ошибаюсь, больше половины Америки все в таких долгах. Вот я был в Лос-Анджелесе, у них жил Орлов Никита Теоктиевич, хороший человек, сейчас он митрополит, Антоний. А мне говорит архиепископ Антоний Сенкевич, у них на квартире болел и был. И он говорит, Америка вся в долгах. И вот этот дом, где вы, ну я там, я у них там недели две жил, он тоже взят, вот это, как ипотека говорят. И они работают трое, так Татьяна работает, Сомана, Леонида звать ее, и он работал. Они все работают только на проценты. И дом их, это не их дом. Но нам надо где жить. Переживете, займите у верующих. Это выход такой. Вы советовали, сбрали, когда это? Нет. Ну у вас же там есть только в Вашингтоне, в Нью-Йорке, почему с ними не посоветовались? Отец Виктор Потапов не отказал бы вам, объявил бы сбор, и вы бы отдали ровно сколько там, ну они сказали сколько там, 300 тысяч долларов. Это тоже своего рода ипотека. А вы уменьшите, нет? И вот фонд российский, международный валютный фонд берут, а они берут, я не знаю, по 20% кажется. 5 лет пройдет, и вместо взятого 1 миллиарда надо платить уже 2. 2 миллиарда, мы все рабы. Вот, я не раб. Ни одного дня не был должен ни копейки никому. А как? Очень просто. Я работаю, учусь в техникуме, стипендия, без троек надо учиться. Если тройка есть, стипендию снимут. 26 рублей, 6 рублей это дьешево было там за квартиру, остальные мои, купить учебники и все остальное. Но денег-то не хватает, я иду на вокзал. На вокзале-то меня, кто знает-то. Люди с войны слазят, а я держу большие чемоданы, я подошел помочь, помочь. Я до молодой парень, я до автобуса, они мне дадут что-то, трояк, трешку какую-то. Идем, снега много. Видишь, бабушка, вам снег с крыши скинуть надо? Обязательно что-то заплатят. Дрова лежат, вам распилить не надо, мы дрова распилили. Батюшка точно так же зарабатывал, у нас ничего не было, на 10 детей отец инвалид. А уж летом тут мы рыбу ловим, да мало того еще и выйдем продавать кому-то эту рыбу. Рыбу поймаем, себе ухуй, кому-то продать надо. Но в долг ни одного дня не было, никогда. Вот студенты брали когда, учащиеся, я понимал, я у тебя взял 10 рублей, теперь я живу нормально. Но со своей стипендии, это с 20 рублей, я должен десятку тебе дать, у меня опять 10. Поэтому я из себя буду вылазить, из кожи, из рубашки, но дотяну, начать с нуля. Никогда, нигде, ни одного человека не был должен, ни рубля. Но если покажется, что он считает должен, что-то мне там каши сварил, так я 10 раз переспрошу платить, надо, не надо. Вот сокровище. Вот представь, я зануда настоящий, я Севастьяна заел уже. Суд в прошлом году был, и судья Зарецкая, и она вырешила, не в пользу Роспотребнадзора. Я благодарил всех людей, кто мне помогал. Сидел в тюрьме, всех больниц там держали, в Хабаровск поехал, нашел всех и со всеми рассчитался. Здесь РТИ, не аппаратурный, это самкостроительный горшков, он преподаватель в университете. Один предприниматель Абрамов тогда детям помогал на Новый год, я приносил. Я нашел их всех, и всех наградил книгами. Так они насколько добрые. Один пошел, подождите, директор из Аркальной паблики, вытаскивает новый полушубок. Я говорю, Никите отдал. А другой, от меня книги отодвину, пока деньги не возьмете. Хромов, директор РТИ. Я нашел, где работают. Кажется, Надя Дмуха помогала найти. Всех нашел, но одну судью не могу. Я ему говорю, Севастьян, найди мне ее. Скоро идти. Ну, постараюсь, не может найти. Она мне нужна. Я пошел в краевом суде, говорит, она теперь повышена. Вроде бы. А туда не пускают. Мне она нужна не больше, как на одну, на две минуты. Я бы поклонился ей и подарил бы эти чудесные наши книги. Новый Завет и, для слова Божия, нет к истинному православию. Видишь, я ему все время, Севастьян, нашел? Нет. Ну, поищи. Ты же такой мужчина-то самостоятельный. Найди. А где, Сергей, это некому? Я вам, вас прошу. Ну? Вас, не ранее. Ну, вы вот сказали, это в одном лице, что жену убил. Что там неправду сказал. Да. Что вот это... Это то, что он знал и скрыл. Что он знал, что это ложь. И так... Мы таких не принимаем. Он должен наказать... Ну, он не может там натворить такое. Криги падают, так далеко вы ссорите. Нет, они лежат. Но он не может потерять, то же самое натворить. Таких у нас не было. Мы не можем спрашивать. Человек посеряется, потеряется, понепить и будет. Я-то думала про него вы говорите. Мы никому не можем ставить. Именно, что он не должник. Вот я про что сейчас говорил-то. Чтоб человека мы... Ну, не приняли, кажется, кота в мешке. Почему? Если он оказался среди нас, у нас забота теперь, чтобы он стал другим. Вот приезжает один мужчина. Такой самостоятельный. Посмотрел, обошел. Мужики, мне все нравится у вас. Я найму, мне дом построят. А где строится? Показали где. Ну, видно. Ну, ладно. Я говорю, полстава-то подходите. Да. Я не курю, я не пью. Но я матерюсь. Я матерюсь. Походил, я говорю, а вы можете не материться? Вылетает и все. Не могу еще сделать. Поэтому я для вас не угодно. Я говорю, принять мы не можем. У него денег много. Он наймет людей. Хороший человек. Вот он знает, что матерится. У нас в условии не лжет, не пьет, не курит, не матерится. У нас были такие люди. Приезжали и уехали. А всего ничего материться. А другой скрыл, что он, как говорят, зашитая ампула, там торпеда у него была. Горбонов этот, Женя. Вот где сейчас Алеша живет. Все. Собрали собрание. До свидания. В 13-м томе описано у нас, как собрание проходило. В 13-м томе. Так что непонятно-то, Сережа? Насчет чего? Он бороду не трогает. У него все в порядке. Руки на месте, как говорят, по циркулю. Но, я не буду каждому задавать вопрос. А ты, мужик, не подкаблучник? Он говорит, нет, почему я разведенный. Каблуки отрубил, вылез оттуда. Все. Его нельзя ни в чем обвинить. А все остальное дело времени. Нет, но вы же спрашивали, это опасно общение с ним. Не опасно. Как не опасно? Уже сестра говорит вашу... Мы договорились, что он не будет говорить здесь. А он говорит. А? Где он говорит? Он в интернете говорит. Сережа, ну, я так понимаю. Ты понимаешь так. Ну, не буду я наседать на него. Ему Бог дал свободу. Почему я должен запрещать ему? Мы говорим об этом, вот сидим. А он не говорит. Да разве это по совести будет? Мы-то говорим о нем конкретно. Мы не называем фамилии, имя, но он-то смотрит и понимает. Я не хит, вот это там как трепал. А сейчас один вышел, его звать Артур. Артур, я даже не знаю, какой он. Бритый парень. Ну и пишет. Игнати, Лапкин-секта. Ну, я даже смотреть не стал. Я знаю, что там. Ну, думаю, дай посмотрю. А он говорит, их называют сектой. А я решил исследовать. Почему называют? По пунктам разбирать никакой секты нет. У вас просто он не вмещается. Вы этого делать не можете. Ролик поставил в нашу защиту. А сейчас поставил ролик в защиту Никиты. И все моменты выбрал, где я Никиту там песочу. А Никита там, беру и терю, он коров посет. А он стоит такой вот, юродивый прямо. Рот приоткрытый, видела, может. Да? Посмотрите. Я скинул. И он за него заступается. За Никиту. Я еще ему скажу, ты плохой. Там я забыл, как-то Алехин фамилия вроде его. Артур. Второй ролик сделал. Ну, это неплохо, что он заступается. Но он видит, говорит, в Никите изменения есть. И все говорят, Никита, у тебя изменения-то какие большие. А другие начинают ругать. Да ты, морда плоская, кому ты приехал? Да ты, что там делаешь? Да тебя... Вот этот ругается. Разве это хорошо? Вы ни разу не встречались с людьми, не были. Он прямо увещевает их. Ты видел этот? Ну, нет. Ну, я тот видел первый ролик. А второй я. Я же всем разослал его. Вот так. Надо на все смотреть серьезнее и к себе применять. Этот человек не нарушил ни одного пункта. А их у нас не два, не три, а сорок. Сорок один пункт в уставе. Он ни один не нарушил. Нам таких только и надо. А он не так понимает. Так это и хорошо. Он говорит, если бы... Это Хаттабыч говорит, что если бы земля была круглая, вода бы вылилась и люди умерли. На шар. Попробуй налей воды на шар. И Хаттабыч... Но самое главное, когда у нас подстаненка-то выходит, вот так, последние слова. И подстаненок смело так противопричтепнул, чтобы... И видно, что он из него вышел. А что я говорил? Так его-то... Ну, талантливый фильм поставлен. Ну, Хаттабыч, слышали такого? Конечно. Вот так. То есть вы с ним договорились, чтобы он никому эту заразу не распространял? Нет. У нас с ним на эту тему разговоры не будем. У нас между ним на эту тему я ему доказывать еще не буду. А запрещать я не имею, во-первых, права. А во-вторых, это беззаконно будет. И в-третьих, я буду нарушать принцип свободы Божьей. Он в интернете уже день и ночь об этом говорит. Обо всем может говорить. Но если он будет говорить против крещения, тут полного погружения, тут мы снова... Эта тема у нас не закрыта тема. А эта закрыта. А с Терлигом не разговариваем, а с Каширинником не разговариваем. То есть о чем мы поговорили, ну, что договорились, зачем спорить-то? Я еще раз повторяю перед всеми, он хороший человек. Он разбирается в технике. Помогает сейчас Игорю Барабашу. Он жертвенный. Он очень хороший. Да помоги, господи. Не лжец, но дух лжи, это не его, это разное совсем. Это дух лжи, которому он допустил влагать ему ложь. И он верит в нее как правду. И каяться он не может в этом раз, он не осознает. Зачем лицемерить-то? Так что, Сережа, переформатируй себе там это. Он хороший. Он устав не нарушает. Господь всех исправит. Что-то прямо аж заплакал. Что-то не по-твоему? Нет, у меня глаза-то остались. Охота выгнать его оттуда. А он сразу сказал, говорит, а вы меня не выгоните. Я, говорит, устав не нарушаю. И больше нечего сказать даже. И он прав. Я ребятам дал наказ сейчас по интернету. Никита, Володя, где ему что нужно помогать, вы каждый день узнавайте и помочь ему. Где-то тянуть, валить и прочее. Ему нужно помочь. Он один, ему тяжело. И он не побоялся, то поля все валит. Но ему пришлось от моей усадьбы отрезать маленькое. Я говорю, у меня там отрежьте от огорода. И ему, чтобы побольше было. Он сразу привез с собой эти теплицы, туда печку поставил. Он уже что-то сажает. Мужчина один. Вот так. Я недавно отозвался у Игоря Глушкова. Жена, я говорю, она хорошая. Галя звать. Хорошая огородница. А в огороде у ней все растет. И она уже на базар поставляет там редиску, там что? Она скончена, наверное, единственная. Но меня сразу, хорошая. А мужа отбросила. И прочее. Какая хорошая? Я говорю, хорошая огородница. Ну, еще вы неужели не понимаете? То, что там у ней было, это их личное дело. Я не касаюсь. Но она хорошая. У ней все растет, все многоухает. Ребятишки обихоженные, накормленные. Она хорошая? В этом вопросе. как-то люди не знают. Это узкое мышление. А узкое мышление. А узкое мышление, это сектарство. Что, еще почитаем? Ну, еще почитаем. Первый Тимофей 1.11. По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Толкованием. Так поставь это место в связь со словами, противно здравому учению, которое бывает по благовестию. Я не закончил одну мысельку. Извините, чуть-чуть так и скажу. И когда меня спрашивают, а что нужно сделать, которые попали в плен? Жидан. Я сказал, у вас деньги есть, нет? Брали под что? Ну, там, купили табун лошадей, там, дом. Продать и рассчитать. Все выйти из плена. А где же мы будем жить? Пока я живой, вы не будете на улице. Это я вам определенно говорю. У меня квартира есть, правда, она такая. Но там можно жить. Кроме того, я сразу открою вход вот этого. Вот тут будете жить. Надо будет, будете здесь жить. Но ты свободный будешь. На тебя каждый месяц сколько там, 30-40 тысяч не будут нагребать. Я не просто говорю, а я конкретно, мало того, в Потеряковке можно жить. У нас там есть где жить. Есть где жить. Желание, желание. Давай. 1 Тимофей 1.11 По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Толкование. Так поставь это место в связь со словами. Противно здравому учению, которое бывает по благовестию. А благовестием славы он называет его ради тех, которые стыдятся гонений и христовых страданий, показывая, что как страдания Христовы, так и гонения составляют славу Христа. Или еще потому апостол называет Евангелие благовестием славы, что намекает на будущую славу. Ибо если говорит настоящее наше состояние и исполнено стыда, зато будущее славно. И эту славу возвещает нам Евангелие, ибо все благовестие относится к будущему, а не к настоящему времени. Или еще апостол говорит здесь о служении Богу, которому научает нас Евангелие. Мне, а не лжеапостолам. Их евангелие есть евангелие без слави, а не славы. Апостол Павел говорит, что мне вверено благовестие, а не лжеапостолам, которым... Далее. 1 Тимофея 1.12 Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Толкование. Так как сказал, которое мне вверено, то чтобы не показалось, что Он щаславится, к Богу все относит и говорит, благодарить должно того, кто дал мне силу на то, чтобы я был в состоянии принять на себя такое бремя. В самом деле, не человеческой силе было свойственно стоять против ежедневных опасностей, угрожающих смертью. Таково истинное смирение, наше же смирение, на словах, а не в глубине души. Что бы ни сказал кто-нибудь из неверных, если все принадлежит Богу и ничего от нас не привносится, то почему Он, Господь, сделал таким Павла, а Иуду нет? Апостол, устраняя это возражение, говорит, не просто так укрепил меня Бог, и не без усмотрения, но потому, что я оказался верным. А Иуда был вор, как мы знаем. Далее, не так сказал, но Он признал меня верным, опять скрывая свои заслуги. Не утверждаю, говорит, что я был верен, но что Он, Господь, признал меня таким. Откуда это видно? Из того, что Он поставил меня на служение. Ибо как бы Он поставил меня, если бы не увидел во мне способности? Это подобно тому, как в домах управляющие воздают благодарность своим господам за вверенное им управление, которое они поставляют признаком того, что господа считают их более достойными доверия, нежели других. И Бог о нем говорит, о Павле, Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое. Иоанне 9.5. Таким образом, Он, Павел, был годен только для проповеди, но чтобы и делом совершить то, к чему признан годным. На это Он принял силу от Бога. Ибо кто намерен проповедовать имя Христово, великое имя, с тем, чтобы посредством проповеди запечатлеть Его в душах верующих, тот имеет нужду в немалой силе. Совершает это тот, кто во всем достойно Его и мыслит, и говорит, и делает. Кто не таков, тот не совершает. Ибо как может проповедовать Христа тот, кто не имеет всецело в себе самом Христа? Таким образом, во всем Павел был верен и ничего не приписывал себе из того, что принадлежало Господу, напротив, и свое собственное называл Божьим. Я потрудился более всех, не я, впрочем, а благодать Божия. 1 Коринфянам 15.10 и многое подобно тому. Все? Время? Да. Ты не думай, надо идти куда более. Володя нет, Никиты нету. Все, вешу, натерялся ты. Так, мы будем молитвы. Как она мне нужна сейчас с левой стороны-то? Возьмите за ручку. Это самое-самое, то, что надо. На молитву встанем, давайте. Музыка. 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 И слава Бога Господня на тихи дерева сия. Веку и ныне веселись в сионе. Ты же чистая, красусь от Богородицы, а восстание и Рождества твоего. Игнать Тихоч, помолите. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа прими нашу молитву благодарения за этот день. Как многое ты нам сказал и открыл. Хвала Тебе. Все слышанное дадаст добрые плоды по благодати Духа твоего Святого. Будь милостив к нам, в чем мы погрешили и в этот день. Ты показал нам в эту ночь страшный пожар, который охватит некогда всех силений. И еще мы пристанем перед Тобой. Ибо слово Того гласит, сгорит вся земля и все дела на ней. Ты придешь за церковью Твоей. Помоги нам, Господь, быть верным Тебе, какими Ты признал нас в момент призвания, чтобы ничем не огорчали Тебя. Благослови все наше родство и не знающих Тебя. Благослови патриарха, епископа, священства. И каждому дар и духовное рождение свыше и водительство Духом Святым и правителям наставь на путь истинный. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. Тебе, Божья, хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю благоухания, приятную перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их. И помилуй. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Говори, Господи, владыка, слушай и дослышай таракт твой. Аминь. Я хотел сказать немного. Сегодня должна была связь быть с Сергеем Козловым. и все было настроено. Он хотел это. Но его не было. Почему не было, помолиться надо будет. Дело в том, что у него вчера была такая обстановка, хотел беседовать с батюшкой и даже не смог выйти. Такие боли у него были. И сегодня вот тут приходил Витя и Веня и они пытались выйти и звонки еще и ответов нет. Это не просто так. А теперь молиться. Батюшка говорит, молит за храни. Я поднимаю руки, а у него рядом сидит Назарий. Назарий два года. Я поднимаю руки, он говорит, сидит, поднимет меня, пускает, пока я молюсь. Это Алешкин. А у Алеши там старший Барнаам Атаназарий и последний у него Ивтихий. 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 Ну, все, слава Боже. Все же, печатка. Гуси Кристос. Закройте. Поедешь? А я сейчас пока буду это повернуть. Все, старый, я заносится. Помогите брату пропечатать. Иван Билет. Здесь праздничный. Подрудитесь. Видите, какая красавочка. Я пошел готовить. Слежа, отпустить надо будет. Познаешь, куда. Так. Подождите. Сейчас, заберем. Маленька, давай, про это. Прямо не видно, мироносится. Ну, все, убирай. Давай. Заматывай.